Пять человек погибли во время пожара в Запорожье. Горел нелегальный хостел. Трое, в том числе ребенок, с серьезными ожогами в больнице. Почему загорелось помещение и кому предъявят обвинения, выясняли наши корреспонденты. Пожар начался около трех часов ночи. Буквально за несколько минут огонь полностью охватил двухэтажное здание. Коридоры были обшиты горючими материалами, поэтому пожар очень быстро расповсюдживался по помещениям. В здании всего один лестничный выход. Его заволокло дымом. Дополнительных на случай пожара предусмотрено не было. Поэтому люди спасались как могли. Одного из мужчин спасатели выносили уже без сознания. Во время пожара четыре человека погибли. Это постояльцы из Азербайджана и охранник. Еще один умер по дороге в больницу. За жизнь еще троих пострадавших сейчас борются врачи. Среди них восьмилетняя девочка. В состоянии тяжелое, но стабильное. Ребенок в состоянии средней степени тяжести. Тяжесть состояния обусловлена ожогами дыхательных путей и токсической дымовой ингаляцией. То есть ожоги кожи, скажем так, неглубокие. По словам соседей, хостел был полупустой. Появился он здесь год назад. По сути, это обычная ночлежка, которую арендатор открыл без каких-либо документов и согласований. Жили здесь в основном торговцы овощами и фруктами с соседнего рынка. Соблюдается ли в здании правила пожарной безопасности, никто ни разу не проверял. У нас куча контролирующих органов, которые не видели на протяжении, насколько мне известно, последнего года. Потому что это частная гостиница. Нигде не зарегистрирована, нигде не значится. И здесь проживают люди в непонятных условиях. По предварительной информации, огонь возник из-за короткого замыкания. Открыто уголовное производство по статье о нарушении требований пожарной безопасности. Решается вопрос о задержании виновных. А вот хозяин хостела пока дает показания как свидетель. Уголовное производство открыто не только по факту пожара, но и в отношении должностных лиц. Данил Снисор, Сергей Вендин, Александр Асачий. Подробности телеканал Интер Запорожье.